In this video I'm not gonna teach you how to pronounce the schwa sound. Я не буду учить вас, как произносить звук шва. Потому что если вы говорите по-русски, вы это и так прекрасно умеете делать. Я просто расскажу вам где и в каких словах вы его произносите минимум тысячу раз на день. А также вы узнаете об отличиях в правилах редукции гласных в русском и английском. Какие гласные можно мямлять и зажевывать, а какие нет. И как русские стереотипы редукции гласных формируют ваш русский акцент и как с этим бороться. Сам термин schwa заимствован из иврита, где он означает нейтральную огласовку. Хотя в современном иврите он так и не звучит. А в фонетике это такой нейтральный неясный звук посередине фонетического чарта. Язык ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз, а что-то посередине. Попасть в него мы можем, если проскользим от в слове этот до в слове дом. Шва окажется ровно посередине. Вот этот звук средний это и есть шва. А в английском это и вовсе самый распространенный звук. По ссылке в описании есть исследование. По его данным звук шва второй по распространенности в русском языке после безударного . Так что если кто-то там будет вам нагнетать ореол таинственности и загадочности вокруг уникального английского звука шва, который нужно зачем-то учить и еще как правило за деньги, то после просмотра этого видео вы будете смеяться этим людям в лицо. Потому что сейчас я вам за пять минут бесплатно расскажу, где его искать и где вы его по тысячу раз на день произносите. Дело в том, что точно также как и в английском языке звук шва не является в русском отдельной фонемой, т.е. смыслоразличительным звуком, а является аллофоном, т.е. вариантом произношения некоторых других звуков. И звук шва в английском точно также как и в русском произносится только на месте других гласных в безударных позициях. Например, звук шва звучит в русском и английском в следующих словах. Сага Вилла Пицца Гейша Драма Виза Физа Во всех этих словах во втором безударном слоге и в русском и в английском звучит идентичный звук Обратите внимание, что мы не говорим по-русски сага Виза Мы не произносим там четкое Мы говорим такой зажатый сдавленный звук Сага Виза З Или если я скажу русское Я сказал слово женского рода русская песня, например, или слово среднего рода русское слово Вы не можете без контекста на слух понять, потому что оба этих слова произносятся одинаково В последних двух слогах там как раз звучит звук шва Русское Итак, в русском языке шва звучит в послеударном слоге на месте а или о Сумка Мы не говорим сумка только Мы говорим сумка только Также в русском языке мы произносим звук шва на месте а или о в пред-предударном слоге, например, в таких словах Молоко Хорошо Паровоз Самолет И иногда звук шва звучит на месте е в окончании их прилагательных Как я уже упоминал ранее Разное Это разная или разное У нас нет разницы, потому что звучит это как разное Также звук шва у вас автоматически получится, если вы попытаетесь произнести согласный изолированно П, Д, Т, С Заметьте, не П, Д, Т, С Название букв там звук звучит А чистые согласные П, П, Т, Т Они чистые у вас не получится Там практически всегда будет призвук звучать Вот этот призвук и есть звук шва И наконец похожий звук мы произносим, когда тянем предлоги, когда задумываемся Я буду в офисе с часу до трех А к тебе подъеду к пол шестого к шести Это не Э, это не К 6 Это не А, не К 6 Это не И, не К 6 И не О, не К 6 А нечто посередине К Вот это и есть шва И несколько примеров звука шва в английском языке П, Буууаут А, Баууト Аго membrы м Başбук То-дэй Полииче Чинника клеван Э, нээнэ Competition Принес 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 Ca-м Принес И вándке Но на конце такой же звук Так чем же все-таки отличается английская шва от русской? Нет, не произношением, в нем нет принципиальной разницы Отличие здесь в правилах редукции Какие звуки можно в шва зажевывать, а какие нет Если в русском у нас более строгие правила соотношения Например, как я рассказывал, что безударное или превращается в определенных позициях в шва В английском практически любая буква может редуцироваться в шва Любая гласная буква Это в General American оно так звучит А в RP эта шва настолько слабая, что она вообще выбрасывается И это слово сокращается до двух слогов Memory U as in supply Y as in vinyl Vinyl И даже звук шва может звучать там, где вообще никакой гласной не пишется Rhythm Prism Sarcasm Zm Но главное отличие состоит в том, что у нас в русском есть две степени редукции Возьмем такое слово караван В первом слоге у нас звучит шва Караван Во втором уже нечто А-образное, но такое невыраженное, слабое, вялое А в ударном слоге уже полноценное А Караван То есть нам нужно целых три слога, чтобы раскачаться в полноценное А В русском не бывает шва в предударном слоге А в английском языке предударный слог сразу редуцируется до шва без всяких предварительных церемоний То есть по-русски мы скажем Алиса актриса Антон актер Антон актер Со слабым А, но все-таки А в первом слоге А если я скажу Алиса актриса, Антон актер То я сразу звучу с каким-то иностранным акцентом, не по-русски Так вот это и есть нормальный паттерн редукции для английского языка И типичная ошибка начинающих И типичное свойство толстого русского акцента Это произношение about A go A dog Because of the information received about his passport About 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 Not anybody knows about Ukraine About 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 Ага Ага About 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 And if вы новичок, то сразу нужно заучивать, что неопределенный артикль это никакое не нет никаких a dog a cat Есть a dog a cat т.е. в полной форме артикль называется a a dog a cat Но чаще всего он используется в безударной форме и звучит как a a dog a cat a cat a cat a cat a cat Звук шва в английском языке это так называемый hesitation sound Это когда люди мнутся, мямлят и не знают, что сказать В разных языках для этого используют разные звуки Скажем, французы мычат Испанцы А в английском языке это шва На самом деле по-русски мы мычим примерно так же Если у нас рот чуть шире открывается, то мы уезжаем в безударное А если чуть более рот закрыт, то как раз получается шва И еще один момент касательно редукции гласных в английском Это то, что там редуцируется в шва Иногда и те гласные, с которыми в русском такого никогда не происходит Например, безударный краткий может произноситься как шва Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok An iconic landmark, left behind by the French pioneers Behind Behind ...to stay behind я уже рассказывал в видео о долгом и и кратком . Чаще всего такое встречается в США, хотя и в британском английском такое тоже можно услышать. Свою страну, кстати, американцы чаще всего называют Америка. Но и вариант Америка тоже присутствует. На британских островах тоже встречаются оба варианта. Америка. Entrepreneurs made America great. Америка. Америка. If you don't pass along the meaning of America to the next generation. Америка. Formerly written in America have been made the most of. Америка. 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 Everything in America is so much bigger than in Europe. Америка. To attack Britain, America, and the West. Америка. Америка. In economics, in technology, in America. Америка. With America, but... Америка. In America. Для тех, у кого эти гласные сливаются, имена John Lennon и Vladimir Lennon звучат одинаково. У тех, у кого они реализуются по-разному, они звучат как Lennon, Nnn, Lennon, 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 Lennon. А у тех, у кого звучат одинаково, они сливаются в Lennon, Nnn. Lennon and Lennon would both come out as Lennon in New Zealand. Lennon, 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 Lennon. Lennon, Lennon. Или еще один хрестоматийный пример, это слова roses, то есть принадлежащие розе, roses. Или roses через i, roses, это уже розы, множественное число. Так эти слова звучат у тех, у кого они не сливаются, а если сливаются, то оба звучат как roses через шва. Итак, следующие слова у нас могут звучать в английском по-разному. Eleven, economy, music, music. Music, music, respect, 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 respect. I respect all that, respect, but they respect the effort you're giving, respect, 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 respect. A very unmonetized economy. E-con-me-e. And contributing to the gift economy, where... E-con-me-e. 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 Поскольку шва не является фонемой в английском, и это такой звук, который маскируется под практически любой другой гласный, для него нет минимальных пар, а в качестве практики мы сегодня потренируем слух. Мы послушаем речь американцев и британцев, и поищем там звук шва, и попытаемся уловить английские паттерны редукции гласных. Now the big bang was an era in the early universe. Now the, артикль the, артикль это слабая часть речи, поэтому он редуцируется и звучит через шва. The, the big bang was, was это глагол-связка, тоже подлежит редукции и тоже звучит через шва. Was an, артикль тоже слабая часть речи, тоже звучит в редуцированной форме через шва. An, an. Now the big bang was an era in the early. А вот здесь интересно, по законам английского языка, the, артикль должен звучать перед гласным как the, the early. Но он его произносит как in the early. Формально это неправильно, это как если по-русски я бы сказал вместо договор, договор. Но в реальной разговорной речи такое иногда проскальзывает. When everything we see in the night sky. Здесь единственное место, где есть редукция, это артикль the. И что еще интересно, здесь in the звучит , это сочетание, которое должно ассимилироваться, и как он это произносит, и как правильно это произносить по-английски. Оно звучит просто как долгое русское в слове тонна. In the night sky. Was condensed into an incredibly small was. Глагол связка редуцируется через шва condensed, здесь шва есть в первом слоге. Condensed into an... Это артикль, он в редуцированной форме звучит. An incredibly. А вот здесь интересно, здесь это слово можно реализовать двояко. Либо как incredibly через шва, либо как он это делает через краткое и. Incredibly. 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 Incredibly hot, incredibly roiling mass. Incredibly hot, incredibly roiling mass. Здесь то же самое, здесь слово incredibly он реализует через краткое и. And from it sprung everything we see. Союз and здесь звучит в редуцированной форме как an точно так же как и артикль в предыдущих частях. А предлог from звучит здесь под ударением. В американском английском этот предлог звучит через звук крышечку. А мы знаем, те кто смотрел видео звуку крышечки посвященное, что в general american звук крышечка это то же самое, что шва просто под ударением. Поэтому что в ударной, что в безударной форме этот предлог фактически звучит одинаково. Союз and в general american имеет несколько степеней редукции. В полноценной форме он звучит как and через дифтонг . А дальше начинает редуцироваться в and через , как в русском слове этот . Точно так же как слово and . Дальше он редуцируется в n через , по-прежнему не через шва. И это тот вариант, который звучит у нее здесь . А дальше он может звучать уже как шва . Она здесь реализует вариант and . Через . And I believe . And I believe слово believe можно реализовать двумя способами. Либо как это делает она через шва . Believe . Либо через краткое . Believe . I believe . Она реализует это вторым способом через шва . Артикль у нее здесь звучит в полноценной форме. Это случается в формальной речи, когда вы говорите медленно, подчеркнуто, корректно. Либо когда вы делаете акцент на этом слове, вот у нее здесь он звучит в полноценной форме. A further and radical . And . Союз у нее редуцируется в через шва . Radical . Здесь у нас шва звучит . И evolution здесь у нас звучит шва два раза . Два раза шва . Evolution . Of how we interact and trade . Of how we interact and trade . Предлог of . А именно так он звучит в general american в полноценной форме. Здесь звучит в редуцированной форме как of . Of how we interact and trade . И здесь у нас есть еще одно интересное слово, это interact. Здесь есть сочетание согласных . Оно в general american обычно ассимилируется и звучит просто как . Как долгое . То есть здесь просто выпадает . Interact . Но что характерно, заметьте, у нее в предыдущем фрагменте было аналогичное слово entering, которое она реализовала в более формальном произношении, где она четко выговорила . We are now entering . Хотя можно произнести и entering в более неформальной, в более быстрой, более беглой речи. То есть есть два варианта . И точно также можно сказать и interact . Это будет более формально, более чопорно, более разговорный вариант . То есть она произнесла более формально, а более неформально . Because for the first time we can lower uncertainty Because есть два варианта реализации этого слова, как она говорит because через шва и because через краткое . For the first, что здесь интересно, предлог он редуцируется и обычно вместо полной формы for звучит как в безударной форме, но здесь у нее даже выпадает, что в принципе не характерно для американской речи. И for the the артикль тоже редуцируется в шва. We can lower uncertainty. Uncertainty. Здесь даже не столько шва звучит, сколько то, что в фонетике называется носовой взрыв. То есть когда вы ставите язык в положение, чтобы сказать звук , но не реализуете его как , а при этом просто резко и шумно выдыхаете через нос . Нечто похожее происходит в русском языке, когда вы говорите такое слово, как летний, например . Просто там мягче звучит. Вы не говорите летний . Там не звучит. Вы говорите летний . То же самое, оно немножко в нос реализуется. Или слово днем . Через нос выдыхаете. Вы не говорите днем . Никто так не говорит. А в английском просто оно более жестко и агрессивно реализуется. Button. Certain. Или как у нее uncertainty. В первом слоге звучит шва political. И в последнем . Political . An economic institution. An economic institution. Союз and у нее здесь звучит как . Через . Слово economic. Это интересное слово. Я вам давал пример. Economy и economy, что можно двояко реализовать. Через и через шва. А вот это слово через шва ни в коем случае нельзя реализовать. Потому что economy или economy там одно ударение в этом слове. А в слове economic два ударения. И как раз на первый слог здесь приходится вспомогательное ударение. Поэтому оно звучит с четким . Economic. Так оно реализуется в General American. А в RP оно звучит как . Economic. Но ни в коем случае в первом слоге здесь не может звучать шва. Потому что здесь вспомогательное ударение. И слово institutions. Здесь у нас шва есть в окончании. Shins. Institutions. Like our banks, our corporations, our governments. Like our banks, our corporations. В слове corporations та же самая история, что и в предыдущем случае. Corporations здесь на corp приходится вспомогательное ударение. И оно тоже никогда не может редуцироваться. Ни в коем случае здесь не может возникать шва. А шва возникает здесь в последнем. В окончании, в последнем слоге. Shins. Corporations. But we can do it with technology alone. But we can. Здесь в редуцированной форме звучит. We can do it with technology. Слово technology. Та же самая история. Здесь два ударения. В первом слоге звучит полноценное . Technology. А шва здесь звучит в слоге . Technology. Alone. В первом слоге звучит шва. Alone. Alone. Чтобы сохранить время этого видео в каких-то разумных пределах, я оставил здесь только два таких фонетических разбора с комментариями. Если вам такой жанр интересен. Если вы хотели бы увидеть еще больше, то у меня отснят материал. У меня еще одна американка есть и еще аж три британца. Если вы хотите увидеть больше таких фонетических разборов с комментариями, то пишите свои комментарии под этим видео, и я тогда порежу их и выложу для вас их в отдельное видео. The bottom line is there is no difference in pronunciation of schwa in Russian and English. The difference is all about the vowel reduction patterns. Да, разница между русским и английским не в произношении звука шва. Оно идентично, а в правилах редукции гласных. Если вы попали сюда впервые и хотели бы узнать больше об английском языке и его фонетике, то, во-первых, вы можете посмотреть другие видео на этом канале, которые раскрывают секреты и нюансы английского произношения, а во-вторых, вы можете подписаться на канал, чтобы получать такие бесплатные уроки в дальнейшем. А чтобы вся эта машина могла крутиться и дальше, мне необходимо ваше участие. Делитесь этим видео в сети, если оно оказалось для вас полезным. Тогда и другие люди смогут прокачивать свой английский. Ну а самые щедрые могут закинуть копеечку на развитие проекта по ссылкам в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!